Ожереловый попугай Тимоша появился в жизни Кристины Оровой почти три года назад. В первое время птица была дикой и всех остерегалась. Позже любовью и заботой экзотическое животное удалось приручить. Но доверяет Тимоха исключительно Кристине. Сейчас уже просит меня, говорит постоянно. Если я его не глажу, он прилетает и будет прям просить. Он ушел по отношению ко мне, но не по отношению никому из других людей. Он у моей мамы жил две недели, когда я уезжала, и моя мама, ну там и завтраки, и обеды, и ужины, и все, короче, внимание ему. И все равно он к ней, к ней был ласков. Потом я приехала, когда он сразу вот так вот машет крыльями, как птенец, к своей матери. Не все думают об ответственности и последствиях, к которым может привести ее отсутствие, когда заводят попугая. Крупная птица в доме сродни хищнику. Она может поранить клювом или когтями, если не заниматься регулярной дрессировкой. Пострадать может и квартира. Это его любимое место было, потому что здесь есть зеркальце маленькое. И он считал, что там его какая-то любовь. Он ей туда еду приносил. Я заметила, что он грызет проводку, и я включила свет, и она вот так вот, короче, заискрила. И я решила накрыть. Но, конечно, это было минусом для него, потому что он страдал дня три, не выходил из клетки. Кому свободу? Свободу покупаем. С таким поведением домашнего любимца могут смириться не все. Заниматься регулярной дрессировкой многим не позволяет график. Особого ухода, на первый взгляд, птицы не требуют. Когда же новоявленные хозяева сталкиваются с обратным, начинают искать способы избавиться от любимца. Яркая ара Карлуша попала в самарский зоопарк около пяти лет назад. У птицы тяжелая судьба. Сначала она работала в детской зоне торгового центра. Яркая самка понравилась семье, и ее выкупили. Но, как оказалось, после шумных будней на игровой площадке детей Карлуша не взлюбила. Поэтому в семье не прижилась и переехала в самарский зоопарк. Своенравная птица и ныне ведет себя агрессивно и почти никого к себе не подпускает. Это фактически будет у вас очередной член семьи. Это как ребенок. Ему нужно будет постоянно с ним общаться, кормить там чуть ли не с руки, носить на себе. Иначе птица просто захереет. Попугая птицы шумные. Часто бывает отказываются, когда появляется маленький ребенок. Потому что попугаю не объяснит, что вот не надо кричать, для чего спит. Среди частых причин отказа от пернатых – аллергия на перья и скверный характер птицы. Впрочем, последнее зависит от хозяина. Чтобы питомец не замкнулся в себе и не стал агрессивным, ему нужно внимание. Попугаи – очень общительные птицы. Чаще всего в зоопарк сдают маленьких волнистых. Однако связана такая статистика. Лишь со спросом на волнистых попугаев он выше. Чаще всего берут, конечно, волнистых, какариков, корел, розел. Больших у нас за все время купили штуки три. Человек, если видит среднюю породу попугаев, с которым можно потискаться, с которым можно поиграть, на ручках подержать, чаще всего они берут этих попугаев. Некоторые люди приходят и готовятся к этому даже не один день. У нас есть покупатели, которые, наверное, недели две-три, они изначально смотрят, наблюдают за птицами, узнают, как за ним ухаживать. Если это спонтанная покупка, да, человек может потом уже понять, что это не игрушка. Да, он придет и скажет, например, вот он мне там обои сгрыз. Настоящие ценители и неравнодушные люди даже слышать не хотят о том, чтобы отдать своего домашнего любимца. В жизни Кристины Орловой Тимоша уже третий попугай. Приобретая птицу, девушка уже знала, на что идет, и была к этому готова. Отказаться нет однозначно, потому что, ну, в принципе, у меня есть момент, мы с ним можем даже ругаться. Хотя я взрослый человек, но, например, я работаю дома, и с ноутбук вот сижу, например, он может ко мне прилететь, и он просит внимания активного, а я, например, в это время разговариваю с кем-нибудь. И когда я разговариваю с кем-то, он обычно настойчиво просит. Он начинает чирикать, летать, кусать, меня злиться, что я не уделяю его внимания. И тогда я ему могу сказать что-то резкое, и он обижается даже. Форму принимает, в общем, крылья вот так вот делает, и начинает ходить кругами злиться. И если я в это время ничего не сделаю, он укусит меня. Собака кусачая. Окей, Тимоша птичек. В природе порядка 300 видов попугаев. Часть из них подходят для домашнего содержания. Но прежде чем завести питомца, эксперты рекомендуют оценить свой опыт, место содержания, ведь крупной птице понадобится большой вольер и бюджет. Большой попугай требует немалых ежемесячных вложений. Но самое главное, стоит помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, смело отдавайте свою любовь, и она обязательно к вам вернется.